Привет, друзья! Сегодня я хочу рассказать о двух своих экшен камерах. Это моя основная камера ION Speed Pro, которая установлена у меня на шлеме и на которой я снимаю все свои покатухи. И совершенно новая для меня камера, попавшаяся мне в руки, это GoPro Hero. Просто GoPro Hero. Мне просто было чертовски интересно понять, что такое GoPro. Значит, пойдем сначала. Режимы съемки. У этой камеры четыре режима видеосъемки. 720p 30 и 60 кадров в секунду, 1080p 30 кадров в секунду, это я уже 3 назвал, и непонятный для меня режим 960p. Не знаю, я его не использовал. У этой камеры три режима съемки. 720p 60 кадров в секунду и 60 кадров в секунду SuperView. Ну, с более, с максимально широким углом обзора. И стандартный режим 1080p 30 кадров в секунду. И та, эта камера снимает фото, делает фотосъемку. И та, эта камера имеет фотосъемка. Но здесь снимается раз в полсекунды. А здесь мы можем настроить параметры съемки таймлапс. Что очень удобно, потому что, если мы снимаем что-то довольно длительное, то мне раз в полсекунды как бы не нужно фото. Я могу установить на этой камере фото раз в 10 секунд или 15. Вот. И та, эта камера снимает серийные фотографии. Но эта, конечно, снимает лучше. Она делает 5 фотографий, это делает всего лишь 3. Таким образом, ну, здесь прикольнее. Далее. По функционалу. У этой камеры есть экран. Что очень удобно. Все настройки, параметры видны здесь. Настроили и снимаем. У этой камеры экрана нет. Чтобы настроить ее минимально, надо залезть под заднюю крышку и передвинуть ползунок с HD на Full HD. И, опять же, параметры для положения ползунка, а вы знаете, что у нас 4, задаются только через подключение к ноутбуку. Ну, или компьютеру. Что не совсем удобно. Хотя, я всегда пользовался двумя параметрами. Выставил и снимаешь. Ну, получается, из 4, я один не использую, это 3. Поэтому я вставлял себе всегда там вариант съемки. Далее. Здесь мы можем удалить отснятые файлы, либо отформатировать карту памяти, если она забилась. Здесь нет. Нужен компьютер. Никак. Но у этой камеры есть видео вход HDMI и композитный видео выход для подключения, допустим, к телевизору. Здесь ничего нет. Просто включение к ПК, зарядка. Так. Далее. Эта камера сейчас находится в режиме выключен. Как и это. Если я захочу сейчас нажать съемку, я просто вот этот ползунок выдвигаю вперед. Камера вибрирует и начинается запись. Сыграется красный диод. Закончить запись. Ползунок назад. Камера вибрирует. Сыграется зеленая. Она в режиме ожидания. Все. Вот этот сейчас кусочек видео я записал на эту камеру. С GoPro все намного хуже. Камеру нужно включить. Камеру нужно включить. А, сел аккумулятор. Камеру нужно включить. Подождать пока она включится и нажать на запись. Никаких виброподтверждений действий нет. Только она издает сигнал бип, который настраивается громче, тише, либо выключается. Это удобнее, когда камера вибрирует. Ты всегда можешь почувствовать вибрацию на шлеме, зная, что с камерой что-то случилось. Либо закончилась флешка, либо сел аккумулятор. Здесь ты об этом не узнаешь. Так, далее. Почему эта камера основная? Потому что она более, скажем так, аэродинамична. То есть, посмотрите, разница в площади примерно в разницу 4. Соответственно, сопротивляемая встречному потоку у этой камеры минимальная. То есть, она его практически не чувствует. Да, она чуть-чуть тяжелее, 130 грамм. Это весит 111 грамм. Но, я вас уверяю, что на скорость 120 км в час, ее малый вес, ну, он будет несущественно влиять на то, что в нее упрется встречный поток, и вы просто будете чувствовать, как ваш шлем подворачивать будет. В самом деле, это, ну, неудобно. Так, далее. И та, эта камера пылевлагозащитная находится в защитном боксе. Ну, это готово уже погружение. Хоть час ее можно набросить в воду, и ничего с ней не произойдет. Она плотно закрыта. У этой камеры установлена крышка с прорезями. Да, через прорези она пишет звук лучше. Но, если она выпадет в воду, ей хана. Поэтому, в комплекте есть вторая крышка, в которой звук пишется не так хорошо, но она уже будет полностью защищена. Поэтому, для каких-то съемок надо будет возить с собой вторую крышку, чтобы, мало ли что, перекидывать, если это там близко к воде. Как они снимают? Качество съемки мы посмотрим с вами в отдельном, следующем видеоролике, чтобы оценить вообще, какая камера из них лучше. Но, сразу скажу, что я больше склоняюсь к цилиндрической форме ION. Эта камера у меня будет, скорее всего, на подхвате для съема наших покатушек. Для GoPro, кстати, есть очень много оригинальных креплений. И еще больше китайских. AliExpress наше все. Там можно заказать на нее все. Любой штатив, любое крепление. Для этой камеры крепление практически нет. Я заказывал себе крепление на шлем боковое из Италии. Порядка 35 долларов стоили крепление. 2-3 доллара как крепление для GoPro с сайта AliExpress. Но есть и хорошие моменты. Здесь установлен винт, который просто мы выкручиваем, снимается крепление и за счет этого, вот камера завибрировала, это автоматическое выключение произошло. GoPro, кстати, автоматически не выключается. Значит, на этот винт мы можем посадить любой штатив. То есть камеру посадить на любой штатив, где есть аналогичный винт. Такой же переходник я приобрел для этой камеры. И благодаря ему я смогу посадить эту камеру на крепление от ION. Под присоску, под крепление на трубу и прочее. Таким образом, я надеюсь, что снятые в следующем году покатушки будут на порядок интереснее и динамичнее. Спасибо. Смотрим дальше.